здравствуйте друзья вы на канале graal racing сегодня я произведу независимое сравнение самого большого количества масляных фильтров которые я когда-либо делал они подходят на многие виды авто но в большей степени эти фильтры предназначены для практически всех toyota где устанавливается металлические элементы главный смысл этого видео показать разницу между оригинальным фильтром toyota и подделкой на месте оригинала toyota может быть и suzuki и subaru конечно на разные модели авто есть разные оригинальные продукты например для toyota и subaru есть короткие фильтры но мы же рассмотрим фильтры с максимальным объемом фильтрации также определим лучшую модель фильтра в соотношении цена-качество первым делом что я сделал заказал все так называемые дубликаты оригинала вторым важным моментом было найти подделку тойотовского фильтра но это оказалось дело несложное отправился на местный авторынок где приобрел замечательный на вид фильтр за 142 рубля конечно многие продавали точно такой же фильтр и значительно дороже но я нашел такого продавца который был более-менее честный оригинал в таких местах найти не представляется возможным где же со сто процентов вероятностью можно купить оригинал от тойоты разумеется в дилерском центре вот я отправился туда конечно ценник не очень привлекательный но деваться некуда без этого мы не узнаем истинной картины для подтверждения что я купил именно этот фильтр я вам покажу чек на данную покупку при переводе курса на момент покупки вышло 815 рублей в момент покупки я спросил у менеджера а если фильтры с артикулом где указан индекс едва в конце как на подделке разумеется про подделку я ничего им не сказал и не показывал девушка ответила что фильтры с таким артикулом уже не поставляется более двух лет на их место пришел артикул джей видимо производитель борется таким методом с подделками так что в первую очередь обращайте внимание на этот номер на этот артикул для большей наглядности я разместил все фильтры в порядке возрастания цены самый дешевый был конечно же поддельный он обошелся за 142 рубля далее гудвилл 198 рублей айка 205 рублей фильтрон 208 блюпринт 204 скт 250 джейс асакаши обошелся в двести восемьдесят шесть рублей вик 300 малет 303 фрам 306 ман обошелся немного дороже он вышел в триста девяносто два рубля оригинал тойота от denso 815 чтобы определить лучшие варианты я буду ставить баллы от 1 до 10 и в конце мы подведем итоги на данном этапе подделка получает 10 баллов оригинал 1 балл кстати отличить их простому обывателю будет достаточно непросто коробки совершенно идентичны даже голограмма схожи но все же есть отличие на оригинале написано что он изготовлен в китае на подделке указан таиланд сам шрифт артикула жирнее у оригинала а основной текст напротив немного тоньше но это заметно лишь при одновременном сравнении более наглядно определим подделку после распаковки всех фильтров подделка неплохо выглядит покраска хорошая шрифт не размыт также имеется защитная пленка гудвилл тоже имеет защитную пленку за это им плюс и само по себе качество неплохое коробка айка заклеена вот такой вот наклейка с голограммой на фильтре имеется пленка покраска и шрифт хорошие фильтр изготовлен в китае забыл посмотреть гудвилл тут написано что производство находится в корее также тут указаны на какие авто подходит данный фильтр и аналоги от других фирм следующий у нас идет фильтр он фильтр изготовлен в польше защитной пленки к сожалению нет шрифт немного размыт но качество покраски неплохое внутри видно четко перфорированную трубку следующий идет blueprint на упаковке указано великобритания но не написано что фильтр произведена именно там на фильтре есть защитная крышка также уплотнительное кольцо уже смазано внутри все аккуратно сделано клапан похоже из силикона но мы это рассмотрим подробно немного позже покраска и шрифт отличный следующий рассмотрим скт имеется пленка покраска и шрифт хорошие место производства не указано только юридический адрес джесса сакаши изготовлен в японии официально поставляется в россию связи с чем на нем есть перевод есть крышка кольцо смазано внутри все очень аккуратно имеет не спираль как на бюджетных фильтрах а перфорированную трубку на коробке указано что фильтрующего элемента у нас 1200 квадратных сантиметров это будет очень круто если окажется правдой следующий рассмотрим вик он тоже производится в японии коробка уже просто так не открыть без повреждений она заклеенная есть пленка моле произведен в австрии коробка заклеена пленки нет внутри все выглядит очень качественно сверху на фильтре имеется код либо серия выпуска ее можно увидеть под ультрафиолетом фрам без пленки на вид все тоже очень качественно сделано уплотнительное кольцо самое широкое из всех представленных брендов смущает лишь какая-то краска или налет на перепускном клапане также имеется код видимые под ультрафиолетом на коробке написано что фильтр сделан во франции следующий идет man его я ставил и ставлю до сегодняшнего момента не знаю как будет дальше но посмотрим надеюсь он не подведет сделал он германии покраска неплохая на фильтре также есть код при обычном освещении и на камеру очень тяжело его увидеть но глазами немного все же он заметен внутри все хорошо выглядит также на оригинале man установлен белый противоотливной силиконовый клапан кстати их сильно подделывает тоже на именно на клапан и на внутреннюю трубку обращайте внимание на оригинальном тойотовском фильтры указано что произведен он в китае огромное спасибо что не скрыли это как другие наши представители ссылаясь на юридический адрес компании они на страну производства не буду показывать пальцем конечно на вид фильтр очень добротно сделан есть защитная пленка а под ней смазанное кольцо внутри ровная перфорированная трубка это главный признак оригинала обязательно на это обращайте внимание на подделке идет дешевая спираль сейчас визуально покажу вам разницу это видно даже через защитную пленку на мой взгляд это самый верный и точный вариант определения подделки на вид снаружи практически нет отличий кроме страны производства но подельщики тоже могут додуматься скоро и это переделать но внутреннюю трубку они не станут трогать ведь это сильно поднимет себестоимость также подделка имеет небольшой глянцевый блеск но без наличия оригинала рядом это трудно понять ну и на оригинале есть некая серия на верхушке далее взвешиваю всех наших испытуемых чтобы на всякий случай вы могли для себя сравнить подделка оригинала кстати немного тяжелее подробно вес и другие параметры я продублирую в описании баллы за это я не буду ставить мы их прибережем для более важных моментов ну а далее я начинаю распил делаю это вручную так как не хочу повредить внутреннюю часть и хочется почувствовать прочность металла на каждый новый фильтр я использовал новое полотно для большей объективности и так подделка пилиться очень тяжело на металле почему-то не стали экономить гудвилл распилился полегче у него средняя жесткость айка тоже со средней жесткостью также как и польский фильтрон блюпринт оказался очень мягким и легко и быстро распилился скт совершенно тоже также распилился очень мягкий металл а с акаши средняя вик легко малет тоже легко как и fram ман распилился среднюю оригинал тойоты от denso пилился также тяжело как и подделка сейчас рассмотрим обратные клапаны или как еще их называют противоотливные они препятствуют оттоку масла из фильтра после того как вы заглушили авто то есть при холодном пуске масло практически моментально начинает циркуляцию и не теряя время на заполнение фильтра рассмотрим сначала их при обычной температуре а позже поставим оценку после результатов заморозки и так на подделке клапан одно название чисто для галочки засунули кусок резинки уплотнительное кольцо достаточно жесткая хотя конструкция схожа с оригиналом и подобного рода резинки всегда почти очень эластичные у гудвилла ярко красный клапан похож на силиконовый но в то же время на ощупь кажется что здесь применена какая-то резина и пластик так как материал достаточно твердый но в то же время не дубовый уплотнительное кольцо средней жесткости у айка клапан резиновый но не жесткий вполне эластичный уплотнительная резинка конструктивно схожа с оригинальным фильтром и из подделкой но она очень мягкая думаю что с таким кольцом вам не грозит утечка масла даже если вы закрутите фильтр от руки как это я всегда делаю но в то же время если вы затяните ключом и перетяните такая резинка легко может порваться либо вылезти из своего посадочного места фильтр он имеет резиновый клапан возможно смесь с силиконом немного не понятно в общем средняя жесткость уплотнительное кольцо достаточно мягкая у блюпринта средней по жесткости клапан напоминает снова силиконовый но сто процентов не уверен думаю на морозе не должен задубить уплотнительное кольцо мягкое у скт жесткая резинка но и конструкция самого клапана немного другая она выполнена на пружине так что думаю клапан должен справляться со своей задачей уплотнительное кольцо средней жесткости у gs asakashi силиконовый клапан очень мягкий и эластичный уплотнительное кольцо тоже очень мягкая вик имеет еще более мягкий силиконовый клапан чем у asakashi уплотнительное кольцо очень мягкая male имеет силиконовый клапан хотя он черный и визуально похож на резиновый уплотнительное кольцо достаточно жесткая у фрама мягкая резинка конструкция схожа с скт также на пружине думаю со своей задачей такая схема вполне справится уплотнительное кольцо жесткое man имеет силиконовый клапан белого цвета он мягкий при морозе ему думаю ничего не грозит кольцо средней жесткости у оригинального фильтра клапан также выполнен из силикона очень мягкий но не такой как у gs asakashi или вик кольцо тоже очень мягкая но надо отметить что ему практически не грозит вылезти из своего посадочного места при перетяжке я его еле выдрал со своего места далее все заморозим отправляю в морозильную камеру наши образцы и посмотрим что изменится после суток при минус 30 по цельсию а пока рассмотрим конструкцию и общее качество сборки подделка выглядит просто ужасно благодаря смятым штором элемента и кривой сборки но клей неплохой в принципе ничего не болтается в общем я не особо завидую тем кто ставит такие фильтры специально ради экономии либо же случайно подделка получает 4 балла из 10 гудвилл собран неплохо ничего не болтается проклейка хорошая укладка немного неравномерная это конечно сильно не влияет на работоспособность но все же есть к чему стремиться я ставлю 7 баллов из 10 айка абсолютно такой же по качеству как и гудвилл все неплохо кроме укладки штор 7 баллов польский фильтр он удивляет укладка ровная частая все держится прочно и ничего не болтается 9 из 10 у блюпринта тоже все хорошо ничего не болтается немного неровная укладка и немного вылез клей 7 баллов скт собран нормально проклейка хорошая тоже ничего не болтается немного поведен фильтрующий элемент по всей площади но это не критично кое-где вылез клей 7 баллов джейс осакаши хорошо собран ничего не болтается проклейка отличная немного вылез клей и немного неравномерная укладка в некоторых местах в общем неплохо 8 баллов вик собран хорошо все плотно и прочно фильтрующий элемент уложен особым методом не знаю если от этого смысл но акцент на этом стоит сделать клей не вылез нигде все четко 9 из 10 малет тоже радует ровностью штор элемента и прочностью также как и качеством конструкции 9 баллов абсолютно схожую оценку заслуживает и фрам сборка хорошая фильтрующий элемент уложен особым методом виде елочки или зигзагов каких-то буду надеяться что это действительно скажется положительно на площади фильтрации далее мы это и узнаем man собран отлично все на высоком уровне кроме укладки элемента кое-где он немного деформирован за это он получает 8 баллов последним рассмотрим оригинал от dance а конструкция совершенно другая по краям нет пластин которым приклеен сам фильтр напоминает будто обычный картридж впихнули в металлический корпус сборка отличная качество всех деталей на высшем уровне немного смущает что масло в теории может обходить фильтрацию по ребру элемента так как там нет боковых пластин но это не точно и нет повода к снижению оценки на данный момент я оцениваю общее качество сборки всех деталей а этот фильтр в этом плане идеален 10 из 10 далее попробую замерить усилия с которым открывается перепускной клапан для определения усилия воспользуюсь блинами по 550 грамм результаты конечно будут не точными и относительными так как площадь воздействия на клапан во всех фильтрах разные да и сама конструкция отличается но все же интересно посмотреть разницу и так на подделке клапан открылся при весе 550 грамм думаю это разумное решение масло попросту будет идти напрямую и не будет риска разрыва элемента гудвилл кстати тоже открылся на таком же усилий у айка клапан оказался очень тугое возможно так оно и должно быть но вы сами видите клапан открылся на 3 килограммах 300 граммах далее фильтр он 2200 блюприн показал тоже 3 килограмма 300 грамм как и айка все же решил перепроверить и снизить вес но клапан уже полностью не открывался переходим к скт и о чудо я не наблюдаю клапана возможно это такая конструкция с верхним перепускным но я не вижу никаких признаков на это указывающих сейчас я вам покажу на примере мана реальный перепускной клапан который находится в одном месте с противотливным клапаном как вы можете наблюдать у мана предусмотрены специальные отверстия через который масло проходит через клапан в случае высокого давления также можете посмотреть с другой стороны смотрите здесь виден сам клапан на скт совершенно этого нет просто нет слов друзья оставлю это без комментариев переходим к японскому фильтру асакаши 1 килограмм 650 грамм 2 японский представитель вик показывает точно такие же параметры умалия необычная конструкция вместо пружины какой-то необычный клапан наверное не получится измерить примерное давление но будем считать что он не хуже других именитых представителей а даже наверное и лучше в некотором плане но это лично мое мнение фрам имеет стандартный клапан и он открывается на 2 200 ман также показывает подобный результат у дэнса ну или оригинального фильтра тойоты клапан классической схемы но выполнен он в своем стиле он показывает полное открытие на усилие 2 килограмма 750 грамм по этим параметрам выводы неоднозначные и говорит что хорошо а что плохо я не возьмусь но некоторые выводы я для себя сделаю далее перехожу главному моменту нужно замерить площадь фильтрации отделяю фильтрующий элемент ну и что в итоге мы имеем у подделки площадь фильтрации составляет 324 квадратных сантиметров это самый низкий показатель у гудвила площадь 653 айка показывает не очень хороший результат с площадью 451 квадратный сантиметр у фильтрона 771 блюпринт с площадью 870 скт имеет 633 квадратных сантиметра джесс асакаши показал отличный результат с площадью 1070 вик немного отстал 961 маля тоже не сплоховал с площади 978 сантиметров фрам не пойми для чего уложен елочкой боюсь представить чтобы было с ровными шторами у мана 711 и у оригинала результат 1005 сантиметров ширину я замерял по самому широкому месту в первую очередь разочаровал асакаши с его обещаниями в 1200 квадратных сантиметров но в то же время он стал лучшим из всех представленных брендов из данных результатов я выведу баллы и позднее мы подведем итоги а пока замерю плотность фильтрующего элемента путем взвешивания равных по площади фрагментов специально для этого я замерю совершенно одинаковые круги на элементах и вырежу их не буду тянуть перейду сразу к результатам самым тяжелым оказался man он получает 10 баллов немного легче буквально на две сотых грамма оказался оригинал от dance а он получает 9 баллов мале и фильтрон показали результаты в 11 сотых грамма и получает 8 баллов поделка айка блюпринт и вик с одинаковыми результатами на 10 сотых получает 7 из 10 фрам и асакаши отстали на сотку и у них 6 баллов и самый легкий соответственно менее плотный у нас скт и гудвилл они завершают сравнение с пятью баллами замер давления клапана мы вроде бы немного проверили а теперь рассмотрим сам механизм оценим качество сборки и общее качество и так начинаем с подделки клапан вроде как обычные и вполне нормальный но на поверхности присутствуют заусенцы царапин и мелкие вмятины также можно заметить качество сварки конечно клапан выполняет свою работу так что это не самое худшее в этом фильтре 7 баллов из 10 он заслужил гудвилл имеет стандартный клапан на вид все неплохо ничего не болтается так что данный клапан мне кажется заслуживает 9 баллов айка имеет такого же рода клапан немного большего размера качество хорошее 9 баллов у фильтрона тоже все аккуратно сделано немного другого вида пружина а так все практически одинаково с гудвиллом также 9 баллов блюпринт тоже не сильно отличим только вместо самого пластикового клапана ему установили металлический 9 баллов из 10 у скт установлен самый технологичный на сегодняшний день прототип клапана по нему очень мало информации в открытых источниках так что я к сожалению воздержусь от своего мнения и комментарий у джейса сакаши на вид хороший клапан все аккуратно сварка четкая 9 баллов у японского собрата вик клапан держится на клепках но с ним тоже все отлично ничего не болтается так что он полноправно заслуживает 9 из 10 переходим к моле тут мы видим непривычного вида клапан пальцем он не продавливается сама конструкция мне лично понравилось вроде ничего особого но моле заморочились над этой вроде бы как бы мелочью так что я считаю за этот клапан этот фильтр получает оценку 10 баллов фрам имеет вполне обычный на вид клапан правда непонятно почему он немного покрашен возможно на заготовку пролили краску либо что-то в этом роде в общем клапан неплох 9 баллов man ничем особым не выделяется качество неплохое 9 баллов оригинал тойоты от denso конструктивом схож с большинством клапанов в этом видео но на вид он немного отличается качество хорошее но я ставлю практически максимальный балл 9,5 посмотрим немного позже какой же фильтр окажется лучшим но мы рассмотрим внутренние трубки через которые проходит масло сразу скажу друзья что есть два вида это ровная перфорированная трубка и спираль которая устанавливается на более бюджетные модели фильтров на вид попробую оценить площадь отверстий и так оригинальный фильтр man from получает 10 баллов male 9 баллов непонятно почему там дополнительных еще отверстий не сделали два японских собрата 10 из 10 скт blueprint получает 8 баллов фильтрон заслуживает 10 из 10 айка гудвилл и подделка 8 баллов а теперь давайте рассмотрим что же мы получили после заморозки что же стало с противоотливными клапанами и уплотнителями проверяю быстро чтобы резинки не успели нагреться и так фрам клапан очень мягкий уплотнитель жесткий у гудвилла тоже мягкий клапан видимо он точно из силикона уплотнитель такой же как и у фрама жесткий оригинал toyota клапан очень мягкий уплотнитель тоже мягкий у фильтрона уплотнительная резинка жесткая клапан не мягкий но не задубил у блюпринта клапан очень эластичный уплотнитель жесткий скт имеет жесткий противодлиной клапан уплотнитель средний у подделки клапан не жесткий но от него все равно никакого толку уплотнитель жесткий вик мягкий клапан и средняя по жесткости уплотнительная резинка у джесса сакаши мягкий клапан средний уплотнитель мали клапан мягкий уплотнитель жесткий айка имеет резиновый дубовый клапан и средней жесткости уплотнитель. У MANO средний уплотнитель и мягкий силиконовый клапан. Ну и по завершению сравнения, чисто ради интереса, рассмотрим структуру фильтрующего элемента через микроскоп. В итоге я составил рейтинг масляных фильтров в соотношении цена-качество. Конечно это сугубо мое личное мнение. Возможно вы со мной не согласитесь, но вы видели все сами и думаю сами для себя сможете что-то понять и определить. Ну а по моему итогу мы имеем самый лучший результат у фильтра Мале. Он насобирал 66 баллов из 80 возможных. Второе место, несмотря на свою высоченную цену, занимает оригинальный фильтр Тойота от компании Дэнса. Он отстал совсем немного. Третью строчку делит два японских фильтра ВИК и GS Асакаши. В мой топ 3 не попал MAN, который я всегда использовал. Он разделил четвертое место вместе с польским фильтроном. Неожиданный конечно результат даже для меня. Очень рад за эту польскую компанию. Пятую строчку занимает Blueprint. Шестое место у Фрама из Франции. Седьмое место у Гудвилл. Он набрал 58 баллов из 80. Восьмое место занял Айка. И внимание сенсация. Подделка занимает не самую худшую позицию со своими 50 баллами. Она у нас девятая. И первое место с конца заслужено, повторюсь по исключительному моему личному мнению. Занимает фильтр SKT SM148. Продолжение конечно же обязательно будет. Напишите какие фирмы вы бы еще хотели увидеть в подобном противостоянии. Также напишите, для каких моделей авто сделать подобную подборку. После я составлю список самых частых моделей авто, которые вы указали. И сделаем открытое голосование в сообществе YouTube. Очень буду благодарен вам за оценку этого сравнения. Это лучшая награда за проделанную работу. Скоро мы увидимся в новом интересном сравнении. Спасибо за ваше время, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok